Что война делает с людьми? Убивает? Да. Калечит? Ранит? Контузит? Да. Но это далеко не все. Еще война учит людей ненавидеть, прививает привычку к насилию, делает многих неспособными вернуться к нормальной жизни. В нашем сегодняшнем мире, где тысячи и тысячи проходят эту жуткую школу ненависти, стоит вспомнить о страшных последствиях предыдущих войн. Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня мы будем говорить о том, что с людьми делает война. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Спасибо всем, кто подписался на регулярные пожертвования на Патреоне, на Ютьюбе, на платформе Бусти. Мы очень ценим вашу помощь. В нынешних тяжелых обстоятельствах, когда нас хотят оставить без финансирования, без возможности говорить, это уже не просто помощь, это спасение. И мы вам очень благодарны. Не дайте им нас заткнуть. Ещё одна просьба. Мы поняли, что больше половины тех, кто смотрит наш канал, уже на него подписаны. И, значит, получают сообщения о том, что выходит на канале. А как другие люди об этом узнают? Помогите нам распространить информацию. Расскажите о нашем канале своим друзьям, знакомым. Сделайте репост. И это поможет нам расширить круг подписчиков. Когда я готовилась к этой лекции, то вдруг поняла такую вещь, что до начала XX века о каких-то тяжелых, долгосрочных последствиях войн практически не говорили и не писали. Войн в мировой истории было очень много. Конечно, о них писали, их описывали, их вспоминали, их изображали. Много чего было. Но о чём шла речь? Или о войне, просто как о конкуренции нескольких держав, почему началась, кто победил, чем завершилась. Война в политическом плане. Или, может быть, о непосредственных результатах, о жертвах, о разрушениях. Об этом, конечно, тоже шла речь. Но вот здесь, в общем, осмысление войны останавливалось. Мало того, наверное, надо понять такую вещь, что в течение многих веков военное дело считалось одним из самых почётных занятий. Я даже не говорю о том, что с древнейших времён именно военная знать поднималась, именно военные в самых разных частях мира становились теми, кто оказывался на вершине общества. Если ты умеешь воевать, то это даёт тебе силу, это даёт тебе власть, это даёт тебе престиж. Так было где-нибудь в Древнем Египте, и так было в XIX веке. Кричали женщины «Ура!» и «Воздух чепчики» бросали, с возмущением заявляет Чацкий. А чего они бросали в воздух чепчики? Увидев военных. Вот они, самые престижные женихи, самые замечательные люди, благородные. А ещё в каких красивых формах военные, какие они разноцветные, какие на них украшения, как блещут шлемы, какие султаны из перьев. Ну, это можно найти в Древней Греции, и это тоже можно найти у каких-нибудь гусаров XIX века. Всё понятно. Такая, вроде бы, незначительная на фоне этой темы в целом, но очень символическая деталь. В начале XX века военная форма стала меняться. Все эти красоты разноцветные исчезли. Понятно, почему они исчезли. Потому что одно дело, когда ты идёшь в рукопашный бой, и другое дело, когда твоя яркая форма становится мишенью для снайпера или для пулемётчика. Тут уже не до красот. Считается, что всё началось с того, когда в Англо-Бурской войне англичане начали одевать своих солдат в форму цвета хаки. А дальше это постепенно распространялось. Очень характерная вещь, что в начале Первой мировой войны, я говорила когда-то об этом в лекции о Первой мировой войне, французы дольше всего упирались. Они не хотели отказываться от своей красивой формы, очень яркой. И это интересным образом сочеталось с тогдашней военной доктриной французской. Идея была наступать любой ценой. Что бы там ни было, насколько бы ни были превосходящие силы противника, надо прежде всего наступать. Дело не в технике, дело не в обеспечении войск, дело в боевом духе. Если наш боевой дух высок, мы идём вперёд и громим врага. За эту доктрину французы расплатились очень дорого во время Первой мировой войны. Огромным количеством жизней, прежде чем они поняли, что боевой дух – дело, конечно, хорошее, но есть и другие вещи. И, кстати, прежде чем они поняли, что форму надо менять. Это вот для меня такая символическая перемена от войны, которая представляется чем-то красивым, таким благородным занятием интересных мужчин, к восприятию войны как страшного, грязного, кровавого дела. Ясно, что война всегда была кровавая и страшная. Когда офицеры красовались на своих лошадях, вопрос, что думали солдаты, которые шли за ними погибать. Но проблема состоит в том, что солдат в течение многих веков никто особо не спрашивал. Если писали воспоминания, то офицеры. Если рассказывали, ну, там, где, опять же, это можно было записать, это были, скорее всего, офицеры. Где-то в деревнях, откуда забирали людей на войну, которые шли, окружённые слезами, рыданиями близких. Или в каких-нибудь трущобах английских или прусских в XVIII веке, где вербовщики делали всё, что угодно, напаивали людей, обманывали только, чтобы заманить их, вот заставить подписать договор, и уже иди теперь брать свою. Там явно никто не воспринимал это как какую-то радостную работу, идти воевать. Культура XIX века знает много рассказов о человеке на войне. Война 1812 года породила в России огромное количество мемуаров. Эпоха национального подъёма, это очень важные переживания. Очень многие из тех, кто побывали на войне, считали долгом какие-то свои переживания, какие-то свои злоключения или, наоборот, подвиги описать. Но описываются иногда очень тяжёлые обстоятельства, ранения, мучения. Всё правильно. Ну вот такая была война, да, я это рассказываю. Что потом этот человек переживал? Мы не знаем, мы можем догадываться, но обычно он нам не рассказывает об этом. В литературе самых разных народов мы можем увидеть отставной офицер. Что он делает? Он может вспоминать о своих боях, он может гордиться своими медалями, он может страдать от полученных ран. Но не похоже, чтобы война оставила какой-то жёсткий, тяжёлый отпечаток на все его жизни. Ну, если он не инвалид. Значит ли это, что люди, возвращавшиеся с войны в XVIII, XIX веке или, может быть, даже раньше, не испытывали тех же самых тяжелейших чувств, о которых сегодня пойдёт речь, которые выпали на долю военных XX века? Очень, может быть, что испытывали. Скорее всего, испытывали. Но это не зафиксировано. Об этом не принято было говорить. Жестокости войны довольно долго в течение многих веков воспринимались как что-то естественное. Полководец берёт долго сопротивлявшийся город и отдаёт его солдатам на разграбление. Это и месть тем, кто сопротивлялся, урок каким-либо другим городам, которые они будут осаждать потом, и награды его солдатам. И это описывается в огромном количестве историй. Александр Македонский, Юлий Цезарь – это норма. Так вот всё происходило. Очень подробно, всегда с ужасом говорится, что делал Чингисхан с завоёванными городами. Мы можем сказать, что крестоносцы творили не чуть не меньше ужаса. Можно ткнуть буквально в любую часть мира и найти там ужасы войны. Может быть, это так как-то цинично звучит, но они не воспринимались как что-то уж совсем из ряда вон выходящее. Я думаю, что теми, кого вырезали, это воспринималось таким образом. Но история и культура смотрят на эти события по-другому. Уже в XVIII веке, в XIX, жестокость войны привлекает большее внимание. Можно вспомнить, как Вольтер отправляет своего героя Кандида, то есть простодушного, в большой мир, где с ним происходит невероятное количество всяких злоключений. И таким образом испытывается его вера в слова учителя Панглоса, который объяснял ему, что всё к лучшему в этом лучшем из миров. И Кандид переживает какие-то кошмарные совершенно несчастья. В частности, его силой затаскивают на войну, и он видит, как там убивают, жгут, насилуют. Но это всё-таки ещё тоже некоторое исключение. В XIX веке об этом будет говориться много в разных формах искусства. Мы знаем серию гравюр «Ужасы войны» у Гои, и даже трудно себе представить, что вот все эти жуткие, кошмарные картины – это, в общем, иллюстрация к тем самым наполеоновским походам, которые у нас ассоциируются с красивыми всадниками, мчащимися вперёд, неважно даже с чьей стороны, с битвой благородств, с красивыми высказываниями. А оказывается, это ещё жуткая, жестокая, бесчеловечная резня. Перещагин всю жизнь писал войну, разную войну. В Средней Азии, на Балканах. Погиб он во время русско-японской войны, потому что отправился, хотя уже много говорил, как он устал от войны, как он не может дальше её писать, но считал почему-то это своим долгом. И вот отправился на русско-японскую войну, чтобы там погибнуть. И всё время показывал такое жуткое тоже лицо войны в своих картинах. Очень характерно, что XIX век знает первые попытки смягчить положение тех, кто пострадал от войны. Понятно, что всюду были какие-то лекари, были военные госпитали, какая-то помощь оказывалась. Помощь эта была явно недостаточной. После огромных битв, будь то Полтавская битва или Бородинская, или битва при Ватерлоо, или сражения в любых других войнах XVIII-XIX века, на поле битвы оставались тысячи убитых и раненых, лежавшие все вперемешку. Здесь же лежали убитые и раненые лошади. Люди ждали, что им окажут помощь, оставаясь вот в таком положении, мучаясь от ран, терзаясь от жажды. Они оставались в таком положении иногда по несколько дней, прежде чем санитары до них добирались, если добирались. Не забудем еще, что не было наркоза, не было обезболивания. И ампутировали ноги и руки, дав солдату пулю, чтобы он зажал ее зубами, или стакан водки, который он опрокидывал, или просто по голове били палкой, чтобы человек, по крайней мере, на время операции лишился сознания. То, что помогать людям, пострадавшим от войны, должна не только сама армия, но и какие-то другие люди, это уже такой новый какой-то поворот во взгляде на войну. В 1859 году швейцарский предприниматель Анри Дюнан приехал в Италию, где в этот момент находилась французская армия во главе с императором Наполеоном III. Он хотел поговорить с ним о своих бизнес-делах. И он прибыл как раз в тот момент, когда завершилось огромное сражение битвы при Сальферина, где сражались итальянские, австрийские, французские войска. На него такое впечатление произвело это огромное поле, покрытое умирающими людьми, что он забыл о своём бизнесе и бросился помогать. Потом он стал организовывать других, потом он познакомился с женщинами из соседнего городка, которые помогали не только своим итальянцам, но и австрийцам. Австрийцы вызывали у итальянцев ненависть, а у них был лозунг «Тутти фрателли, все братья». Из этой помощи Анри Дюнан начал дальше организовывать то, что потом станет Международным Красным Крестом. Это тоже говорит о многом. Не значит, что люди так страшно подобрели в XIX веке. Масштабы войн стали больше, жертв стало больше, это стало заметней. И, соответственно, потребность в помощи выросла, люди отреагировали. Другая реакция – это желание вообще не дать начинаться войнам, чтобы не надо было спасать этих раненых, контуженных, умирающих. А вот как сделать так, чтобы войны прекратились. Мы говорили об этом когда-то, был у меня прямой эфир, посвященный проектам мира и борьбе с войной. И проекты эти были еще и в XVI веке, и в XVII, и в XVIII. Хант, которого нынче в России объявляют чуть ли не представителем коллективного Запада, между прочим, написал трактат, где он рассматривал вопрос о том, как добиться всеобщего мира. Но это все были, в общем, рассуждения, отвлеченные. С конца XIX века делаются попытки заставить или призвать, или предложить разным державам договориться между собой. В 1899 году заключается Гаггская конвенция, потом будет следующая в 1907 году. Это еще не про предотвращение войны, но, по крайней мере, про правила, по которым войну надо вести. Это о том, что нельзя мучить мирное население. Неожиданная мысль, потому что всегда армии жили за счет грабежа окружающего мирного населения. Это о том, как надо вести себя с пленными, с ранеными. И дальше это будет все развиваться в течение всего XX века. Будет заключаться множество договоров, осознание того, что война – это жестокое, грязное, кровавое дело, а не забава благородных аристократов. Человечество постепенно к этому приходит. Наверное, это было еще связано с распространением всеобщей воинской повинности. В течение XIX века такой взгляд на войну распространяется, укрепляется, расширяется. И, наверное, это хорошо. Это начало, будем надеяться, того процесса, который будет развиваться и дальше, процесса неприятия, отторжения войны. Но все, о чем я пока говорю, это осмысление войны, ну вот, скажем, ее непосредственных последствий. Убито много людей, много раненых, много покалеченных, разрушено много городов, вытоптаны поля. Это все некие последствия войны, которые были всегда, которые всегда были понятны, этого боялись, естественно. Но только XX век обратил внимание на то, что есть и совсем другие последствия войны. Об этом почти нигде не говорилось и не писалось раньше. На мой взгляд, первое произведение, ну, наверное, скажу осторожно, одно из первых произведений, где очень ярко, очень страшно описана не просто жестокость войны, о ее безумии, о ее воздействии и на воюющих, и на невоюющих. Это произведение написал человек, который на войне никогда не был. Он не описывал собственные переживания. Леонид Андреев родился в 1871 году. А это значит, что его детство и юность прошли в стране, которая не воевала. Последняя крупная война в XIX веке, которую вела Россия, это была русско-турецкая война 1977-1978 года. Андреев был маленьким мальчиком. Вряд ли у него остались какие-то сильные воспоминания об этом. В 70-е годы еще шло завоевание Средней Азии. Там тоже были военные походы, были осады городов. Но, опять же, это не какая-то огромная крупномасштабная война. То есть как раз в то время, когда Андреев складывается как человек, как литератор, Россия не воюет. Это мирное время. Понятно, что он читал книги, описания войн, читал войну и мир и много всего другого. Но личного переживания войны у него не было. В 1904 году начинается русско-японская война. Война сегодня забытая за другими жуткими войнами. Хотя, между прочим, пример Ахматова говорила, что на ее поколение именно эта война оказала сильнейшее воздействие. Понятно, почему. Поколение Ахматовой, ну, скажем, поколение людей Серебряного века, это те, кто родились как раз в 80-е и 90-е годы. Они выросли в мирной стране. И потом вдруг, где-то на окраине империи, совершенно непонятно почему, начинается эта жуткая война с огромным количеством жертв, а каждая битва русско-японской войны – это десятки тысяч жертв. Ну, каждая крупная битва. Это был шок для всей страны. И в культуре этот шок тоже отразился. В конце 904 года, когда русско-японская война длится уже почти год, Леонид Андреев, человек, который никогда не был на войне, который мог знать всё это только понаслышке, он пишет рассказ «Красный смех», в котором вообще-то очень хорошо описано возникновение героя того, что сегодня называют посттравматическим стрессовым расстройством и всех последствий этого расстройства. Первые слова рассказа – это безумие и ужас. И дальше он построен из отрывков, описывающих переживания героя сначала на войне, а потом, уже когда он искалечен и возвращается домой. Через все эти отрывки проходит, конечно, вот это ощущение нарастающего безумия. В самом начале. И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. то, что так вроде бы как придумывает человек рубежа 19-20 века, потом будут видеть историки, психиатры в самых разных ситуациях 20 века. Есть очень интересная книга Владислава Аксёнова, я ещё буду о ней говорить сегодня, о русском обществе во время Первой мировой войны и революции, где он очень ярко показывает, как резко возрастает безумие в тылу даже. И таких исследований много. Я думаю, что будут подобные исследования и о современной России тоже. Я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идёт, шаги его не твёрдые, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать своё разбрасывающееся тело. Он идёт так прямо на меня, что сквозь тяжёлую дрёму, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю, чего тебе? Он останавливается, как будто ждал только слово и стоит огромной бородатой с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице и сквозь прореху видно белое тело. Он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и шатаясь смотрю в его глаза и вижу в них бездну ужаса и безумия. О том, что происходит с солдатами на войне, тоже будет в 20 веке написано очень много медицинских работ, литературных произведений, философских рассуждений. И речь будет идти именно о психических сдвигах. Безумие и ужас рассказывают, что в нашей и неприятельской армии появилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре психиатрических покоя, что, между прочим, соответствует действительности. Психиатрическая служба в армии, в русской армии, появилась во время русско-японской войны. Вдруг почувствовали в этом необходимость. И очень интересный вопрос, а почему этого не было раньше? Потому что люди не сходили с ума на войне или потому что это не замечали и их странное поведение списывали на трусость, на слабоволие? Вот здесь могут быть разные ответы. Другая вещь, происходящая с людьми. Один из тех, кто служит вместе с рассказчиком. Как-то теперь дома неопределенно спросил он. И в голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка. И снова стало страшно и непонятно, и чуждо все, до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колено, и сразу замолчали, уступая непонятному. Дома закричал кто-то из темноты. Голос его был хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некоторые слова у него не выходили, как будто он разучился их говорить. Дома? Какой дом? Разве где-нибудь есть дом? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Вот это ощущение, что ты находишься в какой-то совершенно другой жизни, оно, кстати, совершенно не противоречит тому, что, естественно, солдаты тоскуют по дому и пишут письма, и ждут писем из дома, мечтают и рассказывают. А в то же время вот это ощущение, зафиксированное Андреевым, оно зафиксировано и историческими источниками, и письмами, и рассказами послевоенными, что люди оказываются в другом мире, они ощущают себя в другом мире. Тыл вроде бы есть, дом где-то там есть, и приятно его вспоминать и мечтать о нём, а в то же время он как бы не существует. И это, естественно, повлияет потом на возвращение этих людей домой. Дальше герой, лишившийся обеих ног, возвращается домой, где его встречают жена, мать, брат, и все они крутятся вокруг него, и все они подчёркивают, как они ему рады, и все они пытаются создать некую естественную атмосферу вокруг него, а он всё время чувствует что-то неправильное, что-то неискреннее, что-то неестественное в этом. Они расстроили меня, эти недовольные люди, но радость снова вернулась ко мне, когда мне стали приготовлять постель, настоящую постель на красивой кровати, на кровати, которую я купил перед свадьбой четыре года тому назад. Постлали чистую простыню, потом взбили подушки, завернули одеяло, а я смотрела на эту торжественную церемонию, и в глазах у меня стояли слёзы от смеха. «А теперь раздень-ка меня и положи», сказал я жене. «Как хорошо! Сейчас, милый, поскорее! Сейчас, милый, да что же ты! Сейчас, милый!» Она стояла за моей спиной у туалета, и я тщетно поворачивал голову, чтобы увидеть её. И вдруг она закричала, так закричала, как кричат только на войне. Что же это? И бросилась ко мне, обняла, упала около меня, пряча голову у отрезанных ног, с ужасом отстраняясь от них и снова припадая, целуя эти обрезки и плача. «Какой ты был! Ведь тебе только тридцать лет! Молодой, красивый был! Что же это? Как жестоки люди! Зачем это? Кому это нужно было?» И тут на крик прибежали все они, и мать, и сестра, и нянька, и все они плакали, говорили что-то, валялись у моих ног и так плакали. А на пороге стоял брат, бледный, совсем белый, с трясущейся челюстью и визгливо кричал, «Я тут с вами с ума сойду, с ума сойду!» А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипела только и билась головой о колеса. И чистенькая, со взбитыми подушками, с завёрнутым одеялом стояла кровать, та самая, которую я купил четыре года назад перед свадьбой. И вот здесь тоже удивительным образом предсказаны и многочисленные темы мировой литературы, связанной с войной и с возвращением с войны. И совершенно реальные вещи о том, как человек, возвращающийся домой, даже если ему рады, как он не может найти общий язык с теми, к кому он вернулся. Вот рассказчик, он видит, как пытаются заботиться о нём родные, и у него всё время чувствуют, что они что-то от него скрывают. Он не может по-настоящему соединиться с ними. Конечно, есть трагедия тех, кто возвращается покалеченным, и кого-то встречают всё равно с радостью и любовью, а кого-то не хотят видеть, кого-то выгоняют, от кого-то отворачиваются, и это тоже в какой-то мере здесь заложено. И в том, какой ужас переживают те, кто ждут людей с войны. Всё это здесь тоже есть в этом отрывке. Дальше рассказчик решает сделать усилие вернуться к нормальной жизни. Он занимался литературой до войны, он снова будет писать. Наконец, теперь у него есть эта возможность. До войны я занимался в журнале обзором иностранных литератур, и теперь возле меня на расстоянии руки лежала груда этих милых прекрасных книг в жёлтых, синих, коричневых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукой. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка, вероятно, очень глупая улыбка, но я не мог удержать её любой шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. А теперь надо работать, серьёзно, с уважением к труду, сказал я. И я взял перо, чтобы сделать заголовок, и как лягушка, привязанная на нитке, зашлёпала по бумаге моя рука. Перо тыкалось в бумагу, скрипело, дёргалось, неудержимо скользило в сторону и выводило безобразные линии, оборванные, кривые, лишённые смысла. И я не вскрикнул, и я не пошевельнулся, я похолодел и замер в сознании приближающейся страшной истины. А рука прыгала по ярко освещенной бумаге, и каждый палец в ней трясся в таком безнадёжном, живом, безумном ужасе, как будто они, эти пальцы, были ещё там, на войне, и видели заревы и кровь, и слышали стоны и вопли несказанной боли. Здесь тоже сразу заложено много разных, невероятно важных тем. Но, с одной стороны, это можно истолковать просто. Он ранен, он физически не может писать. Но речь, конечно, не об этом. Речь о том, что он не может влиться в обычную жизнь. Его руки всё ещё физически как бы на войне, он всё ещё морально на войне. И очень характерно, что вокруг него стоят прекрасные томики, замечательных книг, о которых он писал до войны. То есть, стоит старая культура, и он счастлив её видеть, он любит её, он расплывается в улыбке. А дальше вдруг становится ясно, что он не может об этом писать, потому что это всё куда-то ушло, а осталась у него только война. Это тоже то, что пережили самые разные люди на самых разных войнах. Когда они приходили, им казалось, что вот всё кончится, и я вернусь в старую прежнюю жизнь. Они возвращаются, а прежней жизни нет. И дело не только в том, что произошло в семье, где его ждали. Может быть, его ждали, и дождались, и счастливы. Ушёл прежний мир, потому что любая война уносит прежний мир, прежняя культура, прежние представления. И он просто не может уже вернуться к тому, что было раньше. И мы знаем, что были многие, кто пытались уже писать о другом. Писать, рассказывать, рисовать, снимать фильмы, осмысляя пережитое. То, что они пережили на войне, потому что всё, что было до этого, уже было не нужно, уже ушло куда-то. И многим это удалось. Мы знаем, что Первая мировая война породила всплеск потрясающей литературы в самых разных странах. Мы знаем, что Вторая мировая породила и литературу, и кино совершенно удивительные. Но при этом огромное количество людей, возвращавшихся с фронта, сталкивались с тем, что они не могли найти общий язык даже с теми, кто был рад их видеть. У них за плечами этот жуткий военный опыт, а у тех, кто их ждал, этого опыта нет. И как теперь найти общий язык, непонятно. И вот совершенно удивительно, как Леонид Андреев, человек, у которого не было этого военного опыта, как он всё это почувствовал. А дальше рассказ «Красный смех» делает ещё один совершенно неожиданный поворот, потому что последняя часть его написана от лица брата, того самого брата, который вот стоял, смотрел на всю эту истерику семьи и кричал, «Я с вами с ума сойду». Оказывается, что всё, что написано до этого, это тоже написал брат, потому что он только пытался представить себе, что ощущал, и его брат, который был на войне, потом вернулся искалеченный и умер. И следующий жуткий поворот заключается в том, что вот этот брат, который дома оставался, он тоже сходит с ума, он тоже видит этот красный смех наступающий, он тоже не может жить, хотя он не воевал. Удивительная глубина проникновения в проблемы. 20 век показал нам, что вполне реальные, непридуманные войны, огромные войны, как Первая мировая, Вторая мировая, войны очень большие, но меньшего масштаба, Корейская, Вьетнамская война, или те войны, которые даже воинами не называли, а называли братской помощью народу Афганистана, контртеррористической операцией на территории Чеченской республики, или то, что сегодня называют спецоперацией, якобы не являющейся войной. Эти войны порождают очень похожие вещи, похожие проблемы, комплексы, стрессы. Кажется, от этого никуда не уйти. Естественно, опять я возвращаюсь к вопросу о том, а почему это именно в 20 веке? Почему раньше культура, по крайней мере, этого не фиксировала? Люди там, может, и переживали что-то, но до нас это почти не дошло. Первый ответ содержится уже в том, что я сказала, что наверняка какие-то подобные чувства у людей были, они просто не фиксировались, потому что мировая культура на этом не сосредотачивалась. Тогда интересный вопрос, а почему же, что такое произошло, что в 20 веке для литературы, для кино, для мемуаров, и для психиатрии, и для философии, то, что происходит с людьми после войны, на войне, а потом после войны, всё это становится очень важным. Наверное, несколько объяснений возможно. Во-первых, то, о чём я уже говорила, это резко изменившийся характер войны. Войны стали намного более масштабными. В войнах стало участвовать намного больше людей. С появлением всеобщей воинской повинности сотни тысяч, а иногда и миллионы людей оказались или непосредственно на передовой, или как-то связаны с ней. Это небывалое в истории человечества делом. Дальше технические достижения. Огромные, невероятные технические достижения, направленные на то, чтобы убивать. Совершенствуется огнестрельное оружие, оно становится всё более скорострельным, всё более мощным. Винтовки стреляют всё дальше, появляются автоматы, появляются пулемёты, развивается артиллерия. Это всё как бы делает войну, может быть, даже менее жестокой, как может показаться, когда идёт сражение в рукопашную, ты вот видишь глаза своего противника, которого ты должен ударить мечом или воткнуть в него пику, ударить ножом. Это вообще непросто, но тут и оно. А из пулемёта можно стрелять по далёким фигуркам, а из пушек можно стрелять вообще куда-то улетает снаряды и непонятно куда. Смерть начинает падать с неба, когда развивается авиация. Смерть начинает приходить с отравляющими газами, с ядерным оружием, с минами. Ведь количество разных способов убийства невероятно разрастается. Очень много есть описаний того, какое жуткое впечатление произвело в появлении первых британских танков в битве на Сомме. Сегодня танки Первой мировой войны воспринимаются как какие-то прям спичечные коробки. А тогда это казалось прямо какое-то жуткое чудище бронированное на тебя идет. Это все развивалось, развивалось и продолжает развиваться сегодня все больше и больше и больше. Какие-то невероятные усилия человеческого гения идут на то, чтобы убить как можно больше людей, как можно быстрее, как можно меньшие затраты сил. И еще издалека. Ты просто нажимаешь клавиши на клавиатуре компьютера, а где-то там что-то взрывается и куда-то летят ракеты. Кажется, что ты можешь от этого дистанцироваться. Я никого не убиваю, я на компьютере тут что-то делаю. Потом выясняется, что все равно дистанцироваться нельзя. Один фактор, наверное, способствовавший этому усилению ужаса от войны, это просто техническое развитие. Но параллельно с этим шла другая вещь. Вроде бы с войной не связана и с техникой не связана, но потом они вступили в резкое противоречие. Суть этой тенденции в том, что в течение нескольких веков все больше и больше люди осознавали значимость человеческой личности. Это важнейшее достижение нового времени от эпохи возрождения и просвещения и весь XIX век и развития портретов, которые показывают нам людей с их переживаниями, с их внутренним миром. И лирическая поэзия, и психологический роман, когда автор, вот он буквально сидит в голове у героя, этот всезнающий автор, и рассказывает нам о его переживаниях, о скорби, о радости, о влюбленности, об отчаянии. И мы уже просто сами как будто становимся этим человеком и сопереживаемым. И уже в XIX веке Достоевский написал про слезинку ребенка. Когда это разрастание мощи войны встретилось с разрастанием уважения к человеку, то произошла некоторая ошибка. Что же за ценность великая человека, когда его можно моментально стереть с лица земли? Здесь начинаются проблемы философские, начинаются проблемы культурные, начинаются проблемы психологические. Впервые по-настоящему в большом масштабе вот эта вот невозможность смириться с войной была осознана после Первой мировой войны. Когда как раз вот вся эта техническая мощь проявилась в огромных масштабах, когда произошли сражения, которые ни один писатель до этого не мог представить себе даже. Верденское сражение, Сомма, все эти огромные мощные наступления российской армии против Австрии, немецкой армии против России, все это гигантские операции, где совершалось огромное количество убийств, где было множество жертв немирного населения. Все это надо было потом осознать. Эрнест Хемингуэй поставил эпиграфом к своему роману «Фиеста» и «Восходит солнце» слова, которые вроде бы как ему сказала в разговоре литературный критик, писательница Гертруда Стайн. Она сказала «Вы все потерянное поколение». И с тех пор эти слова о потерянном поколении конечно все цитируют, и это обычно применяют прежде всего как раз к молодым людям, вернувшимся после Первой мировой войны, выжившим, покалеченным в той или иной мере физически или морально, пытавшимся найти себе место в жизни. Почему это так ярко здесь ощущалось? Жизнь перед Первой мировой войной, вот жизнь конца 19-го, начала 20-го века, она была разной, естественно. Для кого-то она была очень тяжелой, для российских крестьян, для английских рабочих на какой-нибудь текстильной фабрике, для шахтеров. Но был уже довольно большой слой образованных, достаточно зажиточных людей, которые жили очень хорошо, во всяком случае, намного лучше, чем жили до них. Мы говорили об этом в лекции, посвященной тому периоду, который принято называть Белл-эпок, прекрасная эпоха, вот золотое время, конец 19-го века, первые годы 20-го, развлечения, новое искусство, огромное количество веселья, уверенность в будущем, светлые представления, оптимизм. Это было очень характерно для людей в Англии, и во Франции, и в России. Это не противоречит, кстати, тому, что в культуре развивался декаданс, разные мрачные образы, но при этом сам стиль жизни говорил о том, что вообще жить хорошо. Потом началась война. Многие мальчики, так хорошо жившие, пошли воевать даже с радостью, потому что они защищают свою страну, потому что это будет прекрасное приключение, потому что это так романтично, потому что многие из них были пропитаны националистическими чувствами и, соответственно, хотели врезать врагам в ту сторону фронта. Война все вот эти чувства с них содрала, изничтожила, ни о каком романтизме, ни о какой поэзии войны вообще речи быть не могло. И вот когда они вернулись, те, кто вернулись, то им надо было как-то совершенно по-новому строить жизнь. Всё прежнее осталось где-то там далеко. Вот все эти идеи о том, как мы будем защищать свою страну, защищать цивилизацию. Какая цивилизация, когда ты вот четыре года в шеи кормил в окопах? Все старые представления изменились, отношения между мужчинами и женщинами изменились, отношения между классами изменились. Война, как всегда, всё перемешала. И надо было в этом новом обществе искать своё место, что уже было тяжело. А ещё надо было справляться с воспоминаниями о бортобстрелах, о людях, которых на твоих глазах разрывало на куски, о тех, кто умер от тифа, искалеченных, обо всей этой жуткой, страшной грязи. Вот очень характерно среди воспоминаний о Западном фронте в 14-15 году, особенно когда во Фландрии шли бои, одно из главных слов – это грязь. Даже не кровь, не пушки, а грязь, потому что они там тонули в грязи буквально. Иногда чуть ли не по шею сидели в грязи. Потрясающий фильм Питера Джексона «Они никогда не станут старыми», составленный из оживших фотографий людей Первой мировой войны и из воспоминаний. Он невероятно показывает какое-либо отсутствие приватности, ни в чём. Ты не можешь ни укрыться где-то для своих мыслей, перечитать письмо от своей любимой, или сходить в туалет, так, чтобы никто этого не увидел, или просто переодеться. Это всё происходит на людях, всё происходит среди этой грязи, всё происходит среди этого ужаса. Конечно, вернувшись с этим опытом ещё в абсолютно изменившуюся мысль, люди этого поколения оказались в очень тяжёлой ситуации. Можно очень разное о них рассказывать. Естественно, было очень много больных, было много людей с душевными заболеваниями, было много самоубийств. Были те, кто постепенно вписывались в эту жизнь, те, кто описывали её в своих произведениях. Были те, кто начали заниматься политикой. Очень характерно, как и культура становится намного более мрачной и жёсткой, и как меняется политика в 20-е, 30-е годы. Я не буду сейчас долго об этом говорить, отсылаю к своей лекции о Европе в 20-е, 30-е годы, когда нарастает национализм, когда нарастает агрессивность, милитаризация в самых разных странах, демократических, недемократических, когда нарастает разочарование в демократии, потому что это те политики, которые нас привели к войне. И 20-е, 30-е годы, мрачное время. Мы обычно оцениваем это время с точки зрения будущей перспективы. Это время, когда усиливается фашизм, это время, когда Муссолини приходит к власти, Гитлер приходит к власти, когда мир идёт ко Второй мировой войне. Но, может быть, надо посмотреть на эти десятилетия, взглянув назад. Это время, когда мир вышел из Первой мировой, и люди были травмированы, и это облегчило их движение ко Второй мировой, потому что они стали более агрессивными, более склонными к насилию, более склонными к вере в вождя и так далее. Очень много книг написано об опыте Первой мировой войны, тут все их не перечислить. Пожалуй, три самых знаменитых романа – это две книги Хемингуэя и «Восходят солнце», написанное в 1926 году, «Прощай оружие», написанное в 1929 году, и роман «Ремарка «Три товарища», вышедшие в 1932 году». То есть понадобилось несколько лет, чтобы как-то прийти в себя, осмыслить и начать об этом писать. Это очень разные книги по своим сюжетам, по уровню, по образам, они очень сильно различаются. Но какие бы ни были различия, есть общие черты. То есть это книги о том, как невозможно жить с послевоенным опытом. В «И восходят солнце» Хемингуэй, конечно, взял такую крайнюю ситуацию. Герой перенёс тяжёлые ранения на войне, он стал импотентом, соответственно, он не может соединиться с любимой женщиной, и это трагедия его жизни. Но вокруг этого показано такое какое-то, значит, пустое, бессмысленное общество, вроде бы забывшее войну, но совершенно не обладающее ни идеалами, ни целями вот единственная такая сила и мощь для Хемингуэя здесь это бойбоков, то есть, опять же, насилие. У Хемингуэя, конечно, было очень характерно такое и отторжение от насилия, и тяга к нему. Вращая оружие, там вроде бы всё совершенно другое. Там дело происходит во время войны, герой любит свою замечательную возлюбленную медсестру Кэтрин, он не хочет больше воевать, он дезертирует, они бегут в нейтральную Швейцарию, то есть, это такое отторжение войны абсолютное. А дальше, вроде бы, тут война ни при чём. Она беременна, я прошу прощения, если это спойлер для тех, кто не читал, но можно заткнуть уши. она беременна и умирает. Медицинская трагедия. Всё, вроде бы война ни при чём. Но почему-то это воспринималось не так. И вот эти две совершенно разных книги, мне, прощая оружие, нравится, а Фиеста совершенно меня оставляет равнодушной. Но в обеих этих книгах по-разному написано о том, что люди, живущие в послевоенную эпоху, они не могут любить друг друга. По физическим причинам, по медицинским, потому что им надо скрываться. Они не могут, их мир разрывается, их мир разрушается. У Ремарка вроде бы всё совсем по-другому. Наоборот, эти замечательные три товарища, которые так любят друг друга, которые так поддерживают друг друга, главный герой, который так любит свою девушку, так всё прекрасно. Да, у них есть проблемы, у них нет денег, они сталкиваются с ростом национализма, но они радуются, они борются вместе, они поддерживают друг друга. Всё равно всё заканчивается ужасно. Опять будет спойлер, если кто-то не читал, потому что героиня умирает, у неё туберкулёз, она умирает. Опять, вроде бы, поворот сюжета такой чисто медицинский. Можно сказать, да, туберкулёз, социальная болезнь, нищая Германия, но дело совершенно не в этом. У Ремарка это, конечно, ярче, чем у Хемингуэя, и не только в «Трёх товарищах», что вот эти воспоминания о войне, о тех, кто там погиб, они всё время с ними. А с другой стороны, опять, вот читаешь и понимаешь, что это речь не о том, что нет ещё лекарства от туберкулёза, это речь о том, что почему-то эти весёлые ребята и эта чудесная девушка, они обречены. Непоятно почему. И интересно, что Ремарк так рано это чувствовал. Ещё Гитлер не пришёл к власти, а он как будто предчувствует будущую гибель общества, людей на новой войне. И очень часто все эти разговоры о потерянном поколении толковались очень примитивно. Люди не могут найти себе место в новой жизни, тут всё изменилось, безработица, фашизм, ещё что-то. Всё дело в этих общественных проблемах, ай-яй-яй, как нехорошо. Общественные проблемы очень важны, но речь далеко не об этом. Конечно, если мы смотрим на то, что война делает с людьми, то, наверное, эту тему надо разбить на то, что война делает с конкретным человеком и что война делает с обществом в целом. Если начать с отдельного человека, с людей, то здесь вот выплывает это медицинское понятие ПЦР, посттравматическое стрессовое расстройство, которое, естественно, касается не только войны. Это расстройство может быть у людей, перенесших любую травму, нападение, ограбление, потерю близких, всё что угодно. Но война порождает огромное количество людей с этим расстройством. Дело не только в том, что ты кого-то убивал, хотя понятно, что любое убийство искажает твою психику, или ты видел, как другие убивали, или ты боялся, что убьют тебя, это такая основа только, основа вот этих нервных изменений. Елена Синявская, человек, который много пишет именно о психологии людей на войне и после войны, у неё есть такое наблюдение, ну, вроде бы, наверное, она, может быть, покажется очень простым, но на самом деле это вот как раз та база, с которой, очевидно, надо начинать. У неё есть наблюдение о том, насколько нервная жизнь на фронте. Она пишет, во время боя панику может вызвать всякая неожиданность, атака с тыла, с флангов, неожиданное, а иногда и мнимое превосходство противника. В этом случае довольно поддаться ужасу одному человеку, чтобы он передался массе. Последнее, особенно часто, случается в обозах, в тыловых частях армии, где дисциплина слабее. Но действительно, во время разных войн, во время разных сражений зафиксировано огромное количество, когда кто-то кричит «братцы, пропали!» и вдруг все бегут. Она продолжает. Однако нервозность, присуща людям не только в бою, но и после него, во время отдыха, когда во сне на уровне подсознания переживаются впечатления тяжёлого дня. При этом крик спящего или случайный выстрел на передних позициях могут привести к массовой перестрелке, так называемой огневой панике, а то и к беспорядочному бегству. Война всегда проходит в достаточно некомфортных условиях. Может быть, во время войн последних десятилетий люди уже не оказываются в таких жутких окопах, как во время Первой или Второй мировой войны. Но всё равно понятно, что это всегда очень тяжёлые условия в казарме, в бараке, в наступлении и так далее, в палатках, где угодно. Но на это накладывается вот эта вот общая нервозность. Ты всё время ждёшь, что тебя убьют. Даже когда ты спишь, то в какой-то мере ты всё время готов к тому, что сейчас откуда-то обрушатся ракеты, пули, выстрелы, ещё что-то. И это уже расшатывает нервную систему. Один из ответов на эту ситуацию – это так называемый солдатский фатализм. Очень многие из тех, кто пишут о психологии человека на войне, сегодня цитируют Давида Самойлова, замечательного поэта, человека, который прошёл Вторую мировую войну и писал прекрасные стихи о ней. Но помимо этого он написал воспоминания, где очень интересно рассуждал о том, что чувствуют солдаты на войне. А он был молодой парнишкой. Первый бой оформляет солдатский фатализм в мироощущения. Вернее, закрепляется одно из двух противоположных ощущений, являющихся базой солдатского поведения. Первое состоит в уверенности, что ты не будешь убит, что теория вероятности именно тебя оградила пуля непробиваемым колпаком. Второе, напротив, основано на уверенности, что не в этом, так в другом бою ты обязательно погибнешь. Формулируется всё это просто живы, будем, не помрём. Только с одним из двух этих ощущений можно быть фронтовым солдатом. Мне кажется, что на самом деле это одно и то же ощущение, только ну как бы вот поворачиваемое с разных сторон. Когда солдат живёт с убеждением, что его пуля не возьмёт, это попытка не думать о том, что наверняка я погибну. Нет, только не со мной, со мной это невозможно. Фатализм у нас обычно ассоциируется с таким полным спокойствием, с каким-то японским или китайским восприятием мира, карма, судьба и всё, и полное бесстрастие. Но солдатский фатализм это не бесстрастный фатализм. Он наоборот, он порождён как раз вот этой нервозностью, этим страхом, этим ужасом постоянным перед необходимостью убивать и перед вероятностью собственной гибели. Именно поэтому конечно такое огромное количество суеверий, огромное количество талисманов, иконок, крестов, каких-то подарков от матери, от любимой женщины, ладанок, ещё чего-то. То, что появляется тоже в любых совершенно войнах. Есть слова, которые нельзя произносить, есть какие-то вещи, которые нельзя делать, надо совершить некие ритуальные действия, прежде чем идти в атаку, а если ты их не совершил, то ты конечно погибнешь. Когда возникает суеверие, когда люди ощущают риск, постоянная угроза, она заставляет хвататься за любые приметы, за любые мелочи, за любую надежду. Это та ситуация, в которой живут люди на фронте. Елена Синявская интересно рассуждает о том, как самые разные командиры в самых разных армиях борются с этим нервным состоянием, не дают переходить в панику, когда перед строем играет оркестр, когда трубач, гарнист даёт знак для начала наступления, или когда бьют барабаны, и ты уже идёшь включённый в этот поток под барабанную дробь, когда кричат «Ура!» или какие-то ещё лозунги. Вместо того, чтобы кричать «Спасайся, кто может!», командир закричал «Ура!», и уже опять настолько нервное состояние, что все подхватили и побежали. То есть, каким-то образом переключить эту нервозность на атаку, но от этого она не исчезает, она просто проявляется в никаких других формах. Есть такое ощущение, зафиксированное огромным количеством людей, что в какой-то момент восприятие ужасов притупляется. Ты новобранец, и тебе очень страшно. Ну, а бывалые солдаты говорят «Да, ничего, парень, живы будем, не помрём». Действительно, такое ощущение, что уже эти люди привыкли. Они уже всё время идут вперёд, они знают, что будет сейчас, как надо укрываться, как надо выживать, как надо отползать или, наоборот, стрелять. У них есть уже некий опыт, они привыкли к этой жизни. С другой стороны, это чисто психологическая вещь, потому что невозможно всё время находиться в состоянии ужаса. Ты по неволе к этому привыкаешь. Вот есть, очень часто звучат обвинения врачей в цинизме. Вот как они говорят о своих больных, да где там забота о них. Но на самом деле это, конечно, не цинизм. Если врач будет оплакивать каждого своего скончавшегося пациента, если он будет трястись от ужаса, каждый раз начиная операцию, он просто не выживет, он не сможет так существовать, должна быть определённая защита. Елена Синявская приводит воспоминания женщины, которая была военным врачом на Второй мировой войне. Чудовище войны многолико. На фронте, как это ни ужасно, человеческую смерть, даже если человек молод, со временем начинаешь воспринимать как обыденное явление. Чувство отчаяния, чувство невосполнимости потери, если не исчезает полностью, то притупляется, а если обостриться, его подавляешь, чтобы не мешало. И это совершенно понятно, потому что иначе все воюющие оказывались бы в роли рассказчика в «Красном смехе». Но вот что ужасно. Есть много вот этих механизмов подавления нервозности, подавления страха. Это может быть фатализм, это могут быть суеверия, это может быть дисциплина, это может быть вот это вот притупление остроты ужаса, это может быть команда в атаку, это могут быть какие-то объяснения политрука или проповедь священника. Это что-то, что смягчает твой стресс и облегчает тебе выполнение твоих задач на войне. Но как бы эти стрессы не смягчались, как бы не притуплялось ощущение, они не исчезают. Вот в чём проблема. На войне фиксируется огромное количество нервных и психических заболеваний. Вот очень характерных. Я уже сказала, на русско-японской войне впервые появилась психиатрическая служба в армии. Раньше или позже это станет нормой повсюду. Огромное количество солдат Первой мировой войны отправляли в тыл лечиться, потому что это называлось психическая травма солдата или усталость от войны. Конечно, такие люди очень часто оказывались под подозрением. А не хочешь ли ты просто дезертировать? Наверняка такие были тоже, кто пытался вырваться из этого ада. Но были те, кто действительно оказывались больны. Это же было во Второй мировой, безусловно. Выясняется другая вещь, что вот одно дело – это твое заболевание в окопах, твоя невозможность идти в атаку. И были люди, которых расстреливали, потому что они отказывались идти воевать. Очень много из примеров из Первой мировой, но не сомневаюсь, что во Второй они тоже были, может быть, просто они не так часто описываются. Люди отказывались идти воевать, их расстреливали, их дезертиров. Сегодня их отправили бы к психиатру. Дальше возникает вопрос, что происходит с людьми, когда они возвращаются домой. Вот здесь появляется это самое ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Знаменитое выражение «Вьетнамский синдром», возникшее, понятно, после Вьетнамской войны. Очевидно, оно так знаменито, потому что Вьетнамская война очень хорошо осмыслена политиками, философами, врачами. Вьетнамская война связана с огромным антивоенным движением. Собрано множество фактов, рассказывающих о том, что люди ощущали после войны. А люди после войны ощущали очень разные вещи. Кто-то наконец хотел вернуться домой, его встречали как героя, а он мучился от кошмаров, начинал пить, принимать наркотики, просто не мог его вынести. Кто-то сталкивался наоборот с тем, что его совершенно не считали героем. В Америке существовала очень устойчивая легенда, что участники антивоенного движения оскорбляли ветеранов, возвращавшихся из Вьетнама, и чуть ли не плевали им в лицо. Вот эта история про плевки очень распространена, хотя доказательств практически не найдено. Может быть, где-то такой случай происходил, но никаких доказательств вот этих якобы массовых оскорблений не было. Но характерно, что эта легенда существует, потому что множество ветеранов считали себя непринятыми обществом, при том, что были госпитали для ветеранов, при том, что была психологическая служба. В этом году я была в Вашингтоне и видела рядом с памятником Линкольну, как собрались ветераны, естественно, уже старые люди, кого-то из них привезли на инвалидных колясках, кто-то пришёл сам, их фотографируют, их приветствуют, ими продолжают заниматься, их продолжают уважать. Положение людей, прошедших, скажем, Корейскую войну или Вьетнамскую, оно в бытовом смысле намного лучше, чем, скажем, несчастные ветераны Второй мировой в России. Но речь идёт не столько о бытовых условиях, хотя это, конечно, тоже важно, а о том, как люди, возвращающиеся с войны, во-первых, просто не могут найти себе места. Их старая квалификация уже забыта, а их новая квалификация – что, стрелять, идти в атаку, где это применить. Для многих это была большая проблема, как вернуться к старой работе. А может, она уже и не нужна. Это одно. Второе – они просто физически ослаблены. Понятно, жизнью в окопах, ранами, психологическим напряжением. Вячеслав Кондратьев, фронтовик, прошедший Вторую мировую войну, очень интересный писатель, отмечал вот такую вещь. Понятие потерянного поколения он применял к своему поколению, то есть уже людям, прошедшим Вторую мировую, и считал, что это психологическое явление или даже физиологическое явление, что дело не просто в том, что там в обществе происходит, хотя это тоже важно. Он писал, «Четыре года нечеловеческого напряжения всех физических и духовных сил, жизнь, когда до смерти четыре шага, естественная обычная реакция организма, усталость, апатия, надрыв, слом». Это бывает у людей и не в экстремальных ситуациях, а в обыкновенной жизни. После напряжённой работы наступает спад, а здесь война. Ощущение усталости после войны отмечалось и у тех, кто был в тылу, и у тех, кто был на войне. Взять так и расслабиться и отдохнуть не получается, потому что у тебя новый кризис, ты должен вписываться в эту новую жизнь. Если мы говорим о фронтовиках советских, о тех, кто вернулся после Второй мировой войны, они, конечно, находились в тяжелейшем положении по многим причинам. Власть не давала им искренне, по-настоящему выговориться и рассказать о том, что они пережили. А ведь рассказ о переживаниях – это начало любого психологического лечения, любой терапии. Они пришли более независимые, привыкшие на войне ценить смелость, ценить активную деятельность, и они в эту сталинскую эпоху вписались очень плохо. Не случайно у Солженицына в ГУЛАГе очень много интересных страниц посвящено тому, как во второй половине сороковых пошёл поток фронтовиков в ГУЛАГ, людей, которые, может быть, просто рассказывали о том, какое хорошее оружие было у немцев, или же тех, кто не мог вписаться в эту покорную советскую жизнь обратно. И, кстати, фронтовики в лагере тоже иногда оказывались очень такой новой и независимой силой. Но дальше, помимо этого, надо было жить со всеми своими воспоминаниями. Судьба фронтового поколения Второй мировой в России очень трагична, потому что никто не работал с этими воспоминаниями. Никто не помогал им их пережить, переработать, выкрикнуть. И это, конечно, приводило к очень трагическим результатам. Вот мы знаем очень хорошо, что ощущали и продолжают ощущать ветераны войны во Вьетнаме. Потому что с ними-то как раз работали очень много, это фиксировали, это описывали, это стало таким прямо образцом описания поствоенного синдрома. И мы можем по умолчанию предположить, что какие-то похожие вещи с поправкой на культурную традицию, на эпоху переживали миллионы людей, вернувшихся с фронтов Второй мировой. По оценкам управления по делам ветеранов в Америке. Около 20% людей, вернувшихся с вьетнамской войны, с трудом вписывались в мирную жизнь. У них были проблемы. Проблемы были у всех разные, естественно. Но вот самое распространённое – это беспрерывное возвращение мысли о войне. Иногда это же проявляется в кошмарах. То есть, когда тебе во сне снова и снова приходят какие-то ситуации военные. Об этом, например, говорят женщины, которых Светлана Алексеевич интервьюировала для своей книги «У войны не женское лицо». Прошло уже много лет, а им всё снится война. Сложности выстраивания отношений с другими людьми, ощущение какого-то отчуждения даже от близких людей и сложности в эмоциональной жизни. То есть, грубо говоря, они вернулись к своим друзьям, к своим родным, к своим любимым, а те же чувства, которые были до войны, они не возрождаются почему-то или возрождаются в таком приглушённом или извращённом виде. Нарушение сна, депрессия, беспокойство, ярость, лёгкая раздражительность, когда очень быстро человек может перейти к мордобою, к драке, к крикам, воплям, может быть, даже убийством, потому что он не может контролировать себя. Трудно контролировать себя. Низкая переносимость стресса, сложности с концентрацией, уменьшение интереса к общественной жизни, соматические боли, то есть боли, не вызванные какими-то физическими ранами, а вызванные душевным состоянием. Когда стали выяснять, а почему ветеранам Вьетнама так сложно вписаться в мирную жизнь, то один из исследователей выявил несколько основных проблем, которые им мешают. это ощущение своей вины и желание наказать себя, вины из-за того, что убивал или из-за того, что ты делал с мирными жителями, или вины, например, из-за того, что ты выжил, а твои друзья нет. Один из американских психиатров приводит следующий пример, что некий солдат, воевавший во Вьетнаме, должен был отправляться на боевую операцию на вертолете, а в последний момент поменяли состав, и вместо него полетел его лучший друг, и он погиб. И вины этого выжившего человека нет, но он не может в течение многих лет с этим смириться. У него кошмары, у него приступы ярости, у него стресс, и в результате вот это никак не разрешённое чувство вины, оно влияет на всё. У него нет друзей, он замкнулся совершенно в своём доме, у него плохие отношения с женой, у него плохие отношения с родственниками, потому что его грызёт и съедает вот это чувство, что его друг умер вместо него. Другие проблемы, с которыми сталкиваются ветераны Вьетнама, они чувствуют, что из них сделали козлов отпущение. Но это понятно, потому что огромное общественное осуждение войны во Вьетнаме они переносят на себя. Они испытывают ярость и другие очень сильные чувства, которые направлены на самые разные цели. То есть даже не обязательно на тех, кто как-то их оскорбляет, или может быть на человека, который какую-то мелочь сказал. Эта мелочь не должна вызывать такую ярость, а здесь вдруг взрыв агрессии. Многие из них не способны ощущать нормальные человеческие чувства. Другие сомневаются в том, что они вообще когда-нибудь смогут их ощущать. Всё это вместе приводит к ужасным последствиям. ещё два таких страшных примера. Один человек, прошедший через Вьетнам, всё время очень боялся, что он во время своих вспышек ярости, а их у него было много, он очень боялся, что он убьёт свою жену, хотя он её очень любил. В результате брак распался, потому что он не мог себя контролировать и боялся, что он совсем потеряет контроль. Другая совсем уж жуткая история о неком десантнике, у которого, конечно, просто психиатрическое заболевание, хотя там исследована вся история его семьи, никакой наследственности, нет ничего. Это заболевание у него возникло после возвращения из Вьетнама. Через год после возвращения распался его брак, в частности потому, что он засыпал, у него начинались кошмары, когда ему снилась война, и он, наполовину проснувшись, нападал на жену, думая, что это вьетнамцы. Теперь он избегает каких-либо отношений с женщинами именно потому, что кошмары, переходящие в агрессию, не дают ему возможности нормально общаться с женщинами. У него постоянная мания преследования. Он считает, что вьетнамцы обязательно его найдут и будут мстить ему за военные преступления. У меня есть вопрос, на который нет ответа в той статье, откуда я взяла этот рассказ. Он действительно совершал какие-то преступления, или же просто у него вот это всепоглощающее чувство вины. Во всяком случае, он всё время уверен, что на него нападут какие-то представители Вьетнама. Он всегда ходит с оружием. Он старается не пользоваться общественным транспортом, потому что, как только он видит человека азиатской внешности, он думает, что это вьетнамец, который сейчас его убьёт или его арестует, и, может быть, он уже готов напасть на него. Он уехал из больших городов, он поселился в лесу в штате Вермонт, где у него мало совсем общения, и при этом у него продолжаются кошмары. Он увидел проезжавшую полицейскую машину с мигалкой и решил, что это вот на него нападают, и сам набросился на них, в результате он оказался ещё в тюрьме за нападение на полицейского. Такая жуткая история психиатрической болезни, которая вся порождена войной. Надо понять, осознать тот факт, что подобные вещи происходят после любой войны. Ясно, что похожие очень явления происходили с людьми после Второй мировой. Из-за особенностей советской жизни они очень плохо зафиксированы. Что только ухудшает ситуацию. Но по тем немногочисленным сведениям, которые у нас есть, ясно, что это тоже было. Опять же, можно обратиться к книге «У войны не женское лицо», где все эти воспоминания собраны через много лет после войны. Но даже в них видно, что у многих из этих женщин посттравматический синдром, когда они не могут вспоминать войну, когда у них кошмары. Там есть несколько женщин, которые говорят, что они не могут есть курицу, потому что куриное мясо напоминает им человеческое мясо в госпитале. Какой-то жуткий, страшный совершенно поворот отношения к войне. Не у ста процентов людей, прошедших войну, обязательно развивается ПЦР. Иначе бы, наверное, мир уже давно бы целиком сошел с ума. Очевидно, в какой-то мере стресс и дискомфорт испытывают все, но у кого-то это достаточно быстро проходит. Это, конечно, очень сильно зависит от обстоятельств, это зависит от нервной устойчивости конкретного человека, от того, что он пережил на войне, от того, в какую ситуацию он возвращается, в какое общество он возвращается, принимающий его или не принимающий, агрессивное или достаточно миролюбивое. Но у довольно большого процента вот эти вот проблемы сохраняются в течение многих лет. Причем это могут быть и те, кто непосредственно воевали, на курок нажимали или ракеты запускали, и те, кто были на фронте, но в каких-то тыловых службах. Это могут быть мирные жители, которые сами пережили какую-то ужасную агрессию или были свидетелем ее, или даже просто боялись и бежали от врага. Это все равно травма, которая дальше сказывается. И она проявляется опять же после Второй мировой, после Афганистана, после Чечни и, конечно, надо сказать, и после Украины. Она проявляется во всем том, о чем было сказано в этой статье, в кошмарах, в вспышках ярости, в избегании, то есть в нежелании это вспоминать, а таким образом травма прячется в глубину, подавляется и в какой-то момент все равно вырывается. И во многих очень других психологических проблемах это то, что происходит с отдельным человеком, с множеством людей, с тысячами, может быть, даже с миллионами, но вот с каждым человеком по отдельности. А есть еще проблемы, которые касаются целого общества, и это самые разнообразные проблемы. Для начала люди, которые испытывают вот все то, о чем только что говорилось, все эти страхи, все эти кошмары, комплексы, неспособность любить, чувство вины, они приходят в общество, они живут в этом обществе, они общаются с людьми, и это значит, что распадаются семьи или корежится семейная жизнь. Это значит, что очень многие из них снимают стресс с помощью агрессии, и агрессия очень часто вываливается на членов их семьи, на детей, как на самых беззащитных, и передается все дальше и дальше. То есть приходит огромное количество больных людей, травмированных людей. Если им успешно оказывается помощь, то им легче и обществу легче. Если им помощь не оказывается, даже если при этом их восхваляют, их сажают на трибуны, как это было после Второй мировой, как это было после уже нескольких других войн. Им предлагают произносить речи, им предлагают обучать детей, рассказывать им о своих подвигах. Но всё это только фиксирует травму и не решает её ни для людей самих, ни для общества. Есть другие вещи. Вот мы говорили об этой нервозности, о очень большой вероятности того, что люди поддаются панике, о естественном страхе, который люди испытывают на войне. Как с этим борются? Ну, тоже уже говорилось. Музыка, призывы, проповеди и так далее, и так далее, и так далее. Много-много-много-много-много всего, но главное – это дисциплина. Я уже цитировала Елену Синявскую, которая пишет, что, скажем, панике легче всего поддаются люди в тыловых частях, ну, просто потому, что там нет такой жёсткой дисциплины. И там они… Ну, они тоже во взвинченном состоянии, соответственно, они могут легко побежать. Отсюда вывод. Лучший способ предотвращения паники на фронте – это жёсткая дисциплина. Норман Коупленд, который писал о психологии солдата, он рассуждал следующим образом, совершенно прагматически. Настоящее противоядие страху – это дисциплина. Её можно определить, как искусство смотреть страху в глаза. Когда страх наталкивается на смелость, он утрачивает свою силу. Если повиновение становится инстинктом, в броне мужества не может образоваться трещина, через которую проник бы страх. Когда приёмы заряжания, прицеливания и стрельбы доводятся до автоматизма, то в разгар сражения беспорядочная стрельба становится маловероятной. Такой автоматизм, выработанный человеком, создаёт у него чувство уверенности. Это звучит как бы совершенно логично. Человека приучили к дисциплине, он идёт в строю, ему приказано идти в атаку, он идёт в атаку. Пока ему не прикажут отступать, он, скорее всего, не будет отступать. Естественно, бывают какие-то крайние экстремальные ситуации. Но, скорее всего, он будет выполнять приказ. Тем более, что дисциплина подразумевает ещё и наказание за её нарушение. Всё верно. Но вообще-то здесь сказаны очень страшные вещи. То есть, если привычка подчиняться доведена до автоматизма, то ты не будешь испытывать страх. Ну, или будешь испытывать, но пойдёшь всё равно, ты не будешь его проявлять. То есть, если ты превратишься в автомат. И это одна из вещей, которую война тоже делает с людьми. То есть, с одной стороны, она совершенно раздёргивает их нервы и порождает эти комплексы, а с другой она порождает вот этих вот покорно исполняющих приказ людей. И эти люди тоже возвращаются в общество. При этом личность может оказаться и совершенно другой на фронте. Вот ещё цитата из Елены Синявской. Если армейская жизнь как таковая требует подчинения воинской дисциплине, беспрекословного выполнения приказов, что бесспорно является подавлением воли солдата, то условия войны, сохраняя дисциплину как необходимую основу армии, в то же время вырабатывают такие качества, как инициативность, находчивость, смекалку, способность принимать самостоятельные решения в сложной ситуации на своём окопном уровне. Без этого просто не выжить в экстремальных обстоятельствах. Таким образом, с одной стороны, воспитывается исполнитель, привыкший к подчинению и чёткому распорядку, к казённому обеспечению всем необходимым, без чего он чувствует себя растерянным и в какой-то степени беспомощным, например, при массовых послевоенных демобилизациях, происходящих обычно в тяжёлых условиях разрухи. С другой стороны, формируется сильный независимый характер, волевая личность, способная принимать решения без оглядки на авторитеты, руководствуясь реальной обстановкой и собственным боевым опытом. Такие люди зачастую оказываются неудобными для любого начальства в мирной обстановке. Но второе явление имеет и свою оборотную сторону. В определённых условиях фронтовая вольница может перерасти в партизанщину, в неуправляемую стихию толпы, как это случилось в 1917 году, когда усталость и недовольство затянувшейся войной, неудачи и поражения на фронтах привели к революционному брожению в войсках, массовому дезертирству и полному разложению армии. Получается, в общем, куда ни кинь, всё клин. Или воспитывают абсолютный автомат, ну, в идеале автомат, понятно, что не всех доводят до такого состояния, но вот такого покорного исполнителя, подчиняющегося дисциплине, вот эти люди приходят в общество, ну и, в общем, это основа возрастания разных диктаторских режимов, потому что вот подчиняются и подчиняются. Или, наоборот, приходят люди в полное ощущение собственного достоинства, своей независимости, и возрастает конфликтность в обществе. Это было хорошо видно в российском обществе в 1945-46 годах, когда осознанно наносились удары по фронтовикам, когда их арестовывали, когда их отправили в ГУЛАГ. Эта независимость была совершенно не нужна послевоенному обществу. Или третий вариант, вот действительно, когда всё пошло в разнос, описание того, что происходило в армии в 1917 году. Понятно, что люди устали, понятно, что они не хотели воевать. Это всё вполне объяснимо. Но как они поддавались, кстати, и той же панике, и поддавались агитаторам демагогическим, призывавшим их к одному, к другому, и то, как они убивали офицеров, и то, как они превращались в банду грабителей. Это всё тоже возможная реакция на войну. И это тоже разложение общества. Я уже упоминала замечательную книгу Владислава Аксёнова, я её в разных лекциях цитировала неоднократно. «Слухи, образы, эмоции, массовые настроения россиян в годы войны и революции». Там собран огромный совершенно материал, очень разный, разнообразный, освещающий разные стороны. Но вот одна вещь видна очень хорошо. Общество начинает заболевать, в обществе начинают плодиться буквально слухи самые дикие, которым, может быть, в более спокойной ситуации никто бы не поверил. Начинает резко усиливаться ксенофобия, шпиономания, подозрительность. А одновременно просто люди фиксируют в дневниках, в письмах в тылу кошмары, страхи, манию преследования. То есть общество заболевает. А больное общество – это почва для самых разных вещей. В 1917 году это стало почвой для революции. Где-то ещё это может быть почвой для появления диктатора или для каких-то ужасных национальных конфликтов, для погромов и грабежей. Но в больном обществе ничего хорошего произойти не может, если его не лечить. Вроде бы совершенно другая ситуация. Очень интересная книга американской исследовательницы Моники Блэк, которая называется «Земля, одержимая демонами». В ней описывается ситуация в Германии после Второй мировой войны. Но там тоже видны признаки в общем психических заболеваний. Но Моника Блэк подходит к этому с совершенно другой стороны. Она собрала огромный материал, меня лично просто потрясший. Потому что выясняется, что в Германии, которая славится своим рационализмом, упорядоченностью, строгим образом жизни, вот в Германии после нацистского правления и после войны невероятное количество каких-то диких средневековых оккультных представлений. Идёт охота на ведьм. Не в переносном смысле, а в самом буквальном. Люди обвиняют соседку, что она навела порчу на нашего ребёнка. И это не одна какая-то сумасшедшая семейка, а таких примеров много. Когда вдруг появляются какие-то совершенно безумные целители, ведущие за собой толпы, кого-то из них уже воспринимают просто как спасителя человечества. То есть тоже абсолютно нездоровая ситуация. Моника Блэк объясняет это очень интересно. Я не берусь судить с психиатрической точки зрения, насколько это верно, но меня, по крайней мере, она убедила. Она считает, что корни вот этого такого нездоровья, оккультного, если так можно сказать, находятся в чувстве вины, которое было у немцев. При том, что очень многие из них, скажем прямо, что в 40-е годы большинство из них это чувство признавать не хотели. Им его навязывали. Им всё время объясняли, что они виноваты во всех нацистских ужасах, а они от этого отталкивались. Они говорили, этого не может быть, наши мальчики не могли этого совершить, это всё придумано, это фальшиво или там это раздуто. А мы тоже жертвы, как мы пострадали. Они вот всё время придумывали какие-то доводы, иногда вполне резонные. Немцы, конечно, тоже были жертвами войны, но поэтому они предпочитали не думать о том, что они сами сделали с другими. Подавляемая вина уходила куда-то в бессознательное, а дальше, вот с точки зрения Моники Блэк, она вылезала этими странными, дикими, безумными представлениями, этим поиском спасителя. Вот сейчас он не только всех вылечит, но он нам и какую-то абсолютно новую жизнь устроит. И это ведь тоже проявление больного общества. А если мы говорим о Советском Союзе и до Второй мировой, и после, то там, конечно, тоже ситуация чисто психологически была очень нездоровой. Представим себе, тридцатые годы, постоянные поиски шпионов, вредителей, постоянная подозрительность. При этом этот шпион ведь может оказаться где угодно. Сегодня тебе объясняют, что предательным стал маршал, скажем, Тухачевский или Блюхер, а до этого их портреты висели всюду. Или Бухарин, Зиновьев, которые были выдающимися партийными руководителями. А вдруг выясняется, что они какие-то жуткие заговоры устраивали. А это может быть на более простом уровне. Ребёнок просыпается, и оказывается, что его отец-вредитель, и он должен отрекаться от него в школе и разоблачать на собрании, если его самого куда-нибудь не сдали в детский дом или не арестовали. И вот эта такая постоянная неуверенность, этот страх из-за того, что где эти враги, они могут быть везде, привело к тому, что отмечали потом многие, кто пошли на войну, что когда началась война, в каком-то смысле люди даже вздохнули спокойно. Потому что теперь было ясно, что враг не у меня дома, не среди моих родных или друзей, а враг, вот он, на той линии фронта. Это более честная ситуация, более спокойная. Мы понимаем, она тоже не способствовала психологическому успокоению и выздоровлению. Один из психиатров российских пишет следующее. К началу Великой Отечественной войны в Красной армии отмечался острый дефицит военных врачей-психиатров, а также отсутствовали специализированные лечебные психоневрологические учреждения. Во многом это было обусловлено особым отношением к военной психиатрии в предвоенный период, когда приказами наркомздрава психиатрическая служба в армии была практически ликвидирована. Легко догоняться, почему. Так как по представлениям политического руководства того времени дальше цитата психических заболеваний в армейском коллективе в эпоху великих преобразований быть не должно. Соответственно и не виделось перспектив в лечении психически больных и сохранении их для военной службы. Постепенно во время войны была создана психиатрическая служба не слишком сильно развитая, но она была. Хотя вот можно себе представить какое количество людей было обвинено в дезертирстве и расстреляно, хотя у них просто происходил нервный срыв и психическое заболевание. А война только способствовала расшатыванию психологической устойчивости. Я даже не говорю о том, что делает любая война, о том, о чем я всю эту лекцию говорю, о жестокости войны, о трупах, о необходимости убивать. Это понятно. Параллельно с этим, конечно, Красная Армия двигалась вперед за счет избыточных жертв, за счет тех жертв, которых могло бы не быть, потому что никто не берег солдат, потому что практически не было тех командиров, которые бы солдат берегли, потому что пехоту можно было пустить на минное поле, чтобы расчистить дорогу для танков, потому что можно было идти в наступление, чтобы порадовать Сталина, ноябрьским праздником взять Киев. Точно так же, как возвеличивание самоубийственных подвигов героев, Зои Космодемьянская, Николая Гастелло, Александра Матросова, которые, не сомневаясь, что действовали искренне и хотели помочь своей стране, и хотели выиграть войну. Но вот очень характерно, что возвеличиваются именно те, кто отдали свою жизнь. И вот это ощущение, что твоя жизнь никому не нужна, оно закреплялось. Я говорила об этом в своём другом проекте, в разговорах о важном с Тамарой Эдельман, где у меня был выпуск, посвящённый Зои Космодемьянской, потому что во время разговора о важном было велено про Зою Космодемьянскую детям в школе рассказывать. Я как раз рассуждала о том, что я сейчас сказала, что это внушение детям вот этих самоубийственных представлений. Твоя жизнь не важна. Важно благополучие государства. Ты должен с радостью отдать свою жизнь, как это сделала Зоя Космодемьянская, как это сделали молодогвардейцы. Очень характерно, что роман «Молодая гвардия» возвращается в школьную программу. И сегодняшние эти дикие парты героев в школе – это то же самое. Давайте воспевать тех, кто погиб. И вообще-то для человеческой психики это ненормально. Мы можем оплакивать этих людей, сочувствовать им. Но воспевать их – это предполагает, что вот мы создаём норму. Давайте сейчас все будут такими. Когда человек, не дай бог, совершает попытку самоубийства, то им занимаются психиатры. Потому что в подавляющем большинстве случаев, кроме каких-то там экстремальных исключений, самоубийство воспринимается как сбой нормального функционирования человеческой психики, в которую заложен инстинкт самосохранения. Когда целой стране внушается, что хорошо совершить самоубийство – это болезнь. Это осознанно распространяется болезнь. Искусствовед, сотрудник «Эрмитажа» Николай Николин написал свои жуткие воспоминания о войне. Я их неоднократно цитировала в своих лекциях о Второй мировой войне. Но в данном случае, наверное, тоже имеет смысл к нему обратиться. На войне особенно отчётливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в ещё более открытой омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ взять высоту. Полк штурмует её неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи прописали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 26-го года рождения, то есть 14-летние, не подлежащие призыву в армию. Вперёд и всё. Наконец, какой-то солдат или лейтенант, командир взвода или капитан, командир роты, что реже, видя это вопиющее безобразие, восклицает, нельзя же гробить людей. Там же на высоте бетонный дот, а у нас лишь 76-миллиметровая пушчёнка, она его не пробьёт. Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует, да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе. Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию. И готова расстрелять перед строем или отправить в штрафную роту. Что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди. А остальные вперёд в атаку. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Ну, то есть он описывает механизм отрицательного отбора. А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Пойди их достань. Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. И дальше очень страшные слова. Надо думать, эта селекция русского народа – бомба замедленного действия. Она взорвётся через несколько поколений в 21-м или 22-м веке, когда отобранная и взлелеенная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. Я бы здесь только слова «русский народ» заменила на «советский народ». Потому что это касается, конечно, далеко не только русских людей, а всех, кто попал в зависимость от большевиков. Те, кто выжили, подлые, благородные, прекрасные, ужасные, люди возвращаются с войны. И, во-первых, власть осознанно их подавляет, не даёт им рассказать правду о войне, рассказать правду о том, как с ними обращались командиры, рассказать правду о жестокостях, которые совершала Красная Армия. Это уж вообще всегда было за гранью возможностей. Рассказать то, что ты пережил, выкрикнуть эти свои комплексы, проработать их. И таким образом, значит, с одной стороны, это трагедия конкретных людей, чьи неврозы только укрепляются и усиливаются. А с другой стороны, это трагедия общества. Я часто цитирую книгу Евгения Добренко «Поздний сталинизм. Эстетика политики». Очень сложную, невероятно интересную книгу о последних годах власти Сталина. И у него там есть такая формулировка, как раз, когда он пишет о войне. «Память, замещающая опыт, оказывается продуктом исторических манипуляций». Это то, что происходило при Сталине. Увы, это то, что мы видим сегодня тоже. Когда люди возвращаются с войны, они могут даже стараться это забыть. Они могут абсолютно принимать ту власть, то общество, которое их встречает. Вопрос в том, что они чувствуют. Очень интересные, очень страшные вещи собраны Светлана Алексеевича. Женщины, которых она интервьюировала, говорят, например, «Я чувствовала себя очень уставшей, намного старше своих сверстников, даже старой. Подружки танцуют, веселятся, а я не могу. Я смотрела на жизнь уже другими глазами. Внешне это не было видно. За мной многие молодые ребята ухаживали, а душа моя была уставшей. Мужчины не все выдерживали, что я видела». В общем, это, конечно, тоже проявление ПТСР, депрессии. И с этим, конечно, надо было работать. Хотя ясно, что с ней никто не работал. Устала. «Иди, займись делом». Одна женщина пишет, Алексеевич, «Когда я начинаю рассказывать о войне, то тут же хочу перестать говорить, тут же хочу забыть. Узнали мы такое, что лучше бы нам никогда не знать. Без этого знания легче было бы рожать детей и верить в их счастье». Есть работа, историка Елены Зубковой, которая называется «Общество, вышедшее из войны», где она анализирует процессы, происходившие в советском обществе после войны и в немецком обществе после войны. И оказывается, что при всех огромных различиях, победители, побеждённые, разные ощущения, разные исторические судьбы, есть очень много похожего. Какие-то вещи, они, может быть, и напрашиваются, но тоже очень интересно, что она на них обращает внимание. Например, что послевоенное общество – это общество, прежде всего, женское, потому что огромное количество мужчин выбито. Это общество, в котором перевёрнуты все старые устои, старая мораль полетела в Тартарары. Так же, как, кстати, было после Первой мировой. Другое дело, что, скажем, в Советском Союзе будут всечески стараться возродить такую пуританскую мораль, но уже многие вещи изменились. А ещё, вот она тоже отмечает на основании множества воспоминаний, признаний людей, что это общество, ощущающее усталость. Вот люди всё время жалуются на усталость. Это общество больное, чисто физически. О чём тоже мы говорили, вот об этом же писал Кондратьев. Люди выдержали такое напряжение, вернулись, или просто даже, если ты жил в тылу, война закончилась, вроде стало легче. Но, как очень часто бывает, становится легче, и тут-то все болезни расцветают. И количество болезней, вырвавшихся наружу в послевоенные годы, про которые вроде забыли уже даже, казалось, они где-то куда-то там, ну, может быть, в каких-нибудь трущобах где-то есть на окраинах, потому что организм не выдерживает. И, конечно же, война – это наука ненависти, и, соответственно, резко возрастает агрессивность. И вот здесь тоже такой страшный поворот и в том, что касается людей, и в том, что касается общества в цену. Огромное количество людей, возвращаясь с войны, говорили и совершенно искренне говорили о том, что они хотят забыть весь этот ужас, как страшный сон. Да, кстати, тоже Зубкова отмечает, что такое желание замкнуться на собственной жизни, на своей семье, желание развлекаться, не думать о больших проблемах, это было и в Германии, и в России. И оно совершенно понятно. Всё, это кончилось, сейчас мы заживём мирно, спокойно, весело, по-доброму. Но война не отпускает. Ну, особенно в ситуации, когда государства по-прежнему очень агрессивные и милитаризированные. Это люди, пережившие стресс. К сожалению, один из простейших способов снятия стресса, их много, например, алкоголь, для наркотики, что тоже распространяется сильно после войны. Один из эффективнейших, скажем так, способов снятия стресса – это агрессия. То есть, если ты почему-то испытываешь вот эти вспышки ярости или кошмары, или хочешь всё забыть, то в этот момент проще всего кого-то ударить, на кого-то накинуться агрессивно, кричать, оскорблять, может быть, кого-то убить. И это проявляется и в росте преступности после войны, зафиксировано после Второй мировой и, к сожалению, не только после неё. И одновременно в агрессивности, просто в быту, в семье. Про конец сороковых можно сказать, что вся обстановка в стране была очень агрессивной, и это тоже способствует. Разоблачение, опять вредителей, идеологические кампании, промывка мозгов. Но это всё спускалось и просто на уровень человеческий, и там тоже проходило. Когда я готовила свою лекцию о добре и зле, с которой я выступаю оффлайн, то я послушала на платформе Страдариум курс лекций биолога Ирины Якутенко, которая тоже говорит о добре и зле, но с такой биологической точки зрения. Она очень чётко расставляет некоторые очень важные акценты. В человеческом мозгу существуют разные зоны. какие-то сложились, сформировались раньше, какие-то более древние. Та часть мозга, которая называется лимбической системой, примитивно говоря, она отвечает за наши эмоции. Соответственно, это одна из древнейших частей. Эмоциональная жизнь первобытных людей была куда более развитой, чем наша. Не в смысле, что у них чувства были тоньше, а в том смысле, что они быстрее проявлялись, сильнее проявлялись. И эта же часть мозга отвечает за агрессию. Так мы печально устроены, что отсюда выходят добрые, светлые чувства, отсюда же выходит агрессия. А есть более поздняя часть мозга, префронтальная кора, которая эволюционно развивалась позже. Она отвечает много за что, но в частности за сдерживание. Вот за сдерживание тех самых эмоций, которые вырываются из более древней части мозга. К сожалению, на сегодняшний день мы устроены так, что лимбическая система реагирует на внешние раздражители быстрее, чем префронтальная кора. То есть из нас скорее выскакивают эмоции и агрессия, а потом уже мы соображаем, что надо бы сдержаться, и это уже не всегда срабатывает. Но всё-таки, к счастью, эволюция идёт, у нас есть эти сдерживающие центры, мы можем себя контролировать, мы можем сдерживать свою агрессию. Да, но проблема заключается в том, что война, ситуация беспрерывной агрессии, нервозности и напряжения, она, конечно, способствует выявлению наших древних архаических черт. Я бы сказала так, что война пробуждает в людях дикарей. В ком-то это проявляется ужасающе, в ком-то это проявляется меньше, это уже зависит от конкретного человека. Но в целом война увеличивает агрессивность общества, и это очень страшно. Причём агрессивность не только во время войны, но и после неё. А дальше идёт ужасный порочный круг, потому что чем больше проявлений агрессии, тем на большее людей, не обязательно совершающих эти акты, а даже просто наблюдающих, тем на большее количество людей эта агрессия снова воздействует, и следующие поколения становятся агрессивными. Ирина Якутенко в одном из своих интервью говорит, чуть что и налёт сразу легко сдувает, в нас просыпается древняя агрессия. Я не хочу говорить, что агрессия в принципе свойственна человеческой природе, потому что такая формулировка подразумевает, что это является нашей первичной чертой. Нет, наряду со многими другими. Агрессия является одним из важных инструментов, которые помогали нам выживать. так же, как и кооперация в других ситуациях. Это один из наборов тех качеств, которые у нас в принципе есть. Если правильно стимулировать одно или другое, то мы можем увидеть появление чудовищной агрессии, которая будет подкрепляться злорадством, особенно если объяснить, что это не люди, а какие-то ужасные враги человечества, враги народа, и то, что ты делаешь хорошо. Расчеловечивание способствует тому, что нет морального ужаса, который многие испытывают от жестокости, от того, что они заставляют мучиться другого человека. Вот это то, что происходит, к сожалению, на любой войне, даже на самой справедливой, не говоря уж о несправедливых. Если как следует расчеловечить другого человека, или если это подчинение обстоятельствам или приказам начальства, то мы снимаем с себя ответственность за это. Ничего не знаю, я выполнял приказ, моей вины тут нет. Если как следует выстроить обстановку, то даже самые обычные люди будут агрессивными и жестокими. А если выстроить среду по-другому, то наоборот, будет стимулироваться кооперация, сочувствие и так далее. Нам свойственны разные качества, можно просто их вытащить. Это, конечно, очень печальные слова, это трагическая мысль, трагическая для России и не только для неё, наверное, для всего мира, который сегодня всё больше погружается в море агрессии. С другой стороны, я вижу здесь свет в конце туннеля, что можно попытаться и всегда имеет смысл пытаться выстраивать обстоятельства по-другому и противостоять наступающему одичанию. Есть другая вещь, о которой тоже стоит подумать. На это обратил внимание ещё давно после революции знаменитый социолог Петерим Сорокин, который жил в России, видел ужасы революции и гражданской войны, а затем был выслан на философском пароходе и стал знаменитым американским социологом, сформулировавшим очень много новых и важных мыслей. У него есть работа, которая называется «Война и милитаризация общества». Не только милитаризация общества во время войны, это само собой разумеется, а о том, что происходит позже. Он пишет следующее. «Одним из многочисленных следствий длительной и томительной войны является изменение социальной организации воюющих групп в сторону приближения её к типу военно-социалистического общества». Ну, понятно, он пишет про Советскую Россию, поэтому для него очень существенное здесь слово «социализм». Но я бы сегодня сделала прежде всего упор на военное общество. Это общество, где власть и её агенты регулируют и нормируют решительно всё поведение и все взаимоотношения граждан, их деятельность, профессию, одежду, пищу, жилище, верование, убеждение, вкусы, брак, число детей и так далее. Иными словами, здесь все взаимоотношения экономические, семейные, брачные, правовые и так далее предоставлены не частному усмотрению и инициативе членов общества, а целиком устанавливаются и нормируются сверху и централизованно. Люди здесь не автономные личности, а направляемые и управляемые властью. Не нечто самоценное, а простая собственность последняя. И дальше он показывает, что вот эти особенности общества возникли не просто так, а во многом вытекли из войны. И он задаётся вопросом о том, а почему война так меняет общество? И отвечает. Первая причина в том, что такая милитарная социализация общества требуется во время войны интересами самосохранения последнего. При равенстве прочих условий из двух воюющих обществ шансы на победу будет иметь то, где всё население превращено в один лагерь, подчинено одной воле, суровой дисциплине, словом, превращено в дисциплинарное войско. Вот она, та дисциплина, которая побеждает страх. В самом деле, война и казарма приучают людей к поведению противоположному поступкам, прививаемым мирной жизни. Централизация и всесторонняя регулировка сверху – душа всей военной организации и всей войны. Власть вместо уважения к личности проповедует и требует убийства, вместо уважения чужих прав полного нарушения их, вместо любви прививает злобу, вместо мирного труда требует разрушения. Всё это не проходит даром ни для народа, ни для власти, ибо всякий наш поступок рикошетом отражается на нас самих и из-под воль переделывает нас. Подробно очень развивая эти мысли, он заканчивает следующим. По векселям войны, правильно сказал Бенджамин Франклин, платить приходится не во время войны, а много позже, спустя несколько поколений. И это всё очень верные, страшные, трагические мысли. Но я бы не хотела заканчивать так мрачно, потому что те же самые историки, философы, социологи, которые рассказывают нам стружесающие трагические вещи, они же часто видят противоположную сторону. Елена Зубкова, которая анализировала общество после войны, пишет, война рождала не только ожесточение, но и милосердие, иначе естественные человеческие отношения просто не выдержали бы уничтожающего противостояния. Ожесточение формирует особую стратегию выживания, но оно не может быть полноценным стимулом к жизни. Что касается послевоенного общества, то оно оказалось удивительно жизнеспособным, тысячами житейских ситуаций, демонстрируя стремление людей к взаимопомощи, сочувствию, состраданию. В воспоминаниях современников о послевоенных годах вместе с рассказом о трудностях и лишениях часто присутствует ностальгическая нота. Причем не только в воспоминаниях наших соотечественников, порой и немцы, в основном интеллигенция, говорят об этих годах как о времени прекрасных лишений. В подобной оценке пишет в этой связи германский ученый Глазер нет ничего циничного. Речь идет прежде всего о чувстве для многих не вполне осознанном духовно-нравственного освобождения в атмосфере общего развала. Ощущение особой духовной атмосферы послевоенных лет присутствует и в воспоминаниях наших современников. Причем здесь на первый план выходит, как правило, явление личностного свойства изменения в самом человеке, поскольку атмосфера внешняя совсем не соответствовала тому духу свободы, который человек вынес из войны. То есть вывод в общем простой. Война ожесточает людей, война учит их ненависти, но и на войне есть место милосердию, и после войны милосердие тоже существует, и люди ощущают его и осознают, и осознают свои добрые чувства, как что-то, что помогает им преодолеть страшный военный опыт. Возвращаясь снова к Светлане Алексеевичу, которая одна из её героинь рассказывает, как она под Сталинградом вытаскивала с поля боя двух раненых, как ей это было тяжело, ужасно, и потом она вдруг поняла, один из них это немец, а она их тащила то одного, то другого, двух сразу не могла. И у неё был, конечно, огромный соблазн немецкого раненого оставить, ну и было понятно, что он просто истечёт кровью и через час умрёт. А она подумала, подумала, вернулась под обстрелом и поползла, и его тоже вытащила. И эта женщина завершает свой рассказ, и она всё согласна, ничего, никаких излишеств не надо, пусть ничего не будет, только пусть будет мир, пусть даже хлеба не будет, мир, только мир, понимаете, мир, мы же этот мир спасали, умирали за эту жизнь молодые ребята, о чём они жалели, что вот они погибнут, нигде не останется их кровиночки, это же четыре года войны, четырёх детей можно было родить. Я тоже боялась умереть, что ребёночка ещё не успела родить, пусть бы, думала, родилась девочка, чтобы у неё была другая судьба, хотелось именно девочку родить, и родила после войны дочь, потом хотела именно внучку, и родилась после войны внучка. И Алексеевич комментирует этот рассказ, и, собственно, завершает свою книгу этим текстом. Можно ли победить народ, женщина которого в самый тяжёлый час, когда так страшно качались весы истории, тащила с поля боя и своего раненого, и чужого раненого солдата? Можно ли поверить, что народ, женщина которого хотела родить девочку, и верила, что у той будет другая, не её судьба, что этот народ хочет войны? Разве во имя этого женщина жизнь спасала, мир спасала, была матерью, дочерью, женой, сестрой и солдатом? Поклонимся низко ей, до самой земли, её великому милосердию. Я понимаю, что сегодня, когда очень большая часть жителей России поражена, ну, в общем, тоже болезнью, конечно, болезнью ненависти, воинственности, национализма ужасного, то эти слова кажутся какими-то совершенно оторванными от жизни и нереальными. Но, я думаю, очень важно помнить о том, что в любой самой жестокой ситуации, в самой болезненной ситуации, в ситуации, когда миллионы людей могут быть охвачены страшным военным психозом, есть место милосердию, есть место доброте, именно на них и надо опираться, их надо поддерживать и развивать для того, чтобы противостоять войне и всем её ужасным последствиям. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция, спасибо всем, кто нас поддерживает, тем, кто уже подписался на регулярные пожертвования на Ютубе, на Патреоне, на платформе Бусти. Вы нас спасаете, вы нас поддерживаете, точно так же, как нас поддерживают ваши репосты, благодаря этому, как можно больше людей узнаёт о нашем канале. Спасибо вам, не дайте им нас заткнуть. Хочется узнать ваше мнение, можно ли исправить тот вред, который война наносит и людям, и обществу. Если можно, то как? Жду ваших комментариев. Счастливо! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин,